Я не знаю, как вы, а я вот большой поклонник современных технологий. И как только на рынке появляется что-то новенькое, я тут же должен испробовать это на себе. Так получилось и с умным домом. Поначалу, я должен вам признаться, отнесся к этому скептически. Я не верил, что дом может быть умным до тех пор, пока в магазине. Он сам мне не сказал, здесь меня не покупай. Закажи в интернете, там дешевле. В общем, я послушал приятеля, я купил себе систему, подключил. И что вы думаете, дом оказался настолько умным, что жена первые две недели даже комплексовала. Но окончательно я увиделся в том, что дом действительно умный после того, как к нам приехала теща. Она приехала, и дом долго не хотел открывать для нее двери. Братан! А некоторые функции, правда, пришлось отключить. Ну, знаете, очень странно, когда каждый раз после того, как ты сходил в туалет, простите, тебя кто-то хвалит. Ай, молодец! Вот это да! Сегодня, Вовчик, ты был красавчик! Это еще не все. Умный дом повлиял и на мои отношения с близкими. Друзья приходят ко мне в гости теперь гораздо реже. Женя Кошевой, так он вообще перестал у меня появляться. И я его прекрасно понимаю. Ну, кому приятно проиграть тостеру в города? Да. Юзик, тот тоже не заходит. После того, как холодильник в грубой форме запретил ему к нему приближаться. А вот со мной у него, знаете, двоякие отношения. С одной стороны, когда у нас с женой была очередная годовщина, дом мне помогал. Ну, приготовил ужин, поставил Фрэнка Свинатру, включил в спальне романтическое освещение. Утешал меня, правда, потом. Да, говорит, ну ничего, у всех бывает. Ну, в следующий раз у тебя получится. Держу кулаки. Но, с другой стороны, как? Объясните мне, пожалуйста, как оно может в следующий раз получиться, если кровать комментирует каждое твое действие? Так что я вам так скажу, друзья. Все эти вещи нужно пускать в свою жизнь очень осторожно. Ведь не только сложные технологии, но иногда и, казалось бы, самые простые могут привести к безвыходной ситуации. Вот взять, к примеру, нашего мэра. Недавно Виталий Владимирович Кличко присутствовал на торжественном открытии уличного туалета. Вы знаете об этом? Это правда, да. И без эксцессов не обошлось. Внимание, на экран. Стало отличняйте. Да. Вы заходите. Вы бачите, даже на мизерист. Так, мы заходим. Рассказывайте. Не, оно уже зачинится автоматично. Автоматично. Нажмете ручку. А як вичиняйте. Вичиняйте. Виталий Владимирович Смон скажет только одну фразу. А як вичиняйте. Это действительно последние слова, которые мы услышали из уст мэра. Но на этом приключения мэра не закончились. Внимание на экран. Виталий bolt. Виталий.